Наталья, скажите, пожалуйста, как вы пришли вообще к фотографии, как вы выбрали именно направление, поскольку мы понимаем, что у вас направление это детская семейная фотография. Вы знаете, как и большинство фотографов, моя дорога в фотографии началась с рождения детей. Потому что, когда ты видишь начало жизни человека и находишься рядом с этим, в этом, ты понимаешь всю эту грандиозность событий. Это как ты стоишь около Эвереста и, естественно, хватаешь сразу фотоаппарат, и тебе хочется это запечатлеть, потому что не запечатлеть это ты не можешь. И вот с появлением детей уже 12 лет я занимаюсь фотографией. И вот именно направление семейная фотография и портрет, вот это мне интересно, и в этом вот я развиваюсь и работаю. Ваш путь к фотографии пришел, получается, через самопонимание, через понимание себя, своих детей, без каких-то профессиональных, именно непосредственно курсов, какой путь. Ну, конечно же, без этого не обошлось. Мы все учились чему-то когда-то. Я училась в школе фотографии. Когда я поняла, что я хочу серьезно этим заниматься, я училась. Ну, и, конечно, фотограф должен учиться каждый день на протяжении всей профессиональной своей деятельности. Это было очень много и курсов, и мастер-классов. То есть движение идет всегда, без остановки. Ваши работы, представленные на конкурс, все светлые, яркие, с позитивным настроем, скажем так. Ну, поскольку, конечно, семейная детская фотография не может быть, на мой взгляд, лично иной. Как Вы решились на участие в этом конкурсе, поскольку у нас на конкурсе в большинстве своем представлены были работы с другими экзотенциальными опытами и с другим настроением? Спасибо за вопрос. Я, на самом деле, там был такой вопрос. Вообще, я ознакомилась с информацией на сайте. Был такой вопрос, как Вы пересмотрели свои работы после участия в нашей выставке. Я поняла, что я прям действительно их пересмотрела. Я поняла, что и при отборе фотографий, когда выбирала, что отправить, и то, что я видела в экспозиции на сайте, я поняла, что у меня совершенно нет ни одной какой-то грустной, негативной фотографии. То есть мне, я даже сначала подумала, мне даже и прислать-то Вам нечего, потому что они все действительно, ну, вот, позитивные. Я вообще не вижу смысла отражать какую-то негативную сторону жизни, потому что она, вот, ну, ее бывает много, а скорее, наоборот, я стараюсь подчеркнуть вот всю прелесть жизни. И, ну, естественно, детство не может быть без радости. Поэтому они у меня все действительно радостные. Но это совершенно не противоречит тематике Вашего конкурса. Абсолютно не противоречит. А вот выбирая данную работу, которая представлена сейчас на очной выставке в музеоне, какой образ и какое отражение констенциального Вы в первую очередь увидели здесь? Вообще, я так скажу, ну, вообще, мне это удивительно, выбор вот именно этой работы в Вашем жюри. Потому что было несколько. Вот. Я тоже предполагала, что это вот какая-то черно-белая фотография. Ну, вот Вы действительно решили серти черно-белого выбрать такой лучик, яркий лучик. Вот. Это тоже приятно. Когда... Я просто хочу отметить, что... Когда вообще нас учили фотографии много лет назад, да, в школах, нам не рассказывали про эксистенцию фотографии. Вообще, это стиль очень... И название это новое. Нам говорили, что есть там портрет, есть мотив-морт, пейзаж. И есть жанровая фотография. Ну, вот жанровая фотография, которая отражает, ну, бытие человека, человек в какой-то конкретной ситуации. А вот экзистенция, она, мне кажется, наиболее точно описывает вот именно вот этот стиль фотографии. То есть, когда отражен современный человек в каких-то психологических, эмоциональных условиях. И вот то, что он переживает, это показана его уникальность. И тема настолько широкая, что она во всем экзистенция просто. Вот во всем. Вот эти дети, они просто воплощение этой темы, потому что они вот выбирают свою дорогу, они её выберут, будут как-то по ней идти и ощущать себя в этой жизни. И вот хотелось бы, чтобы у них всё так же было лучезарно, как на этой фотографии. То есть присутствие, в принципе, вся целиком, наверное, наша эта выставка, её название можно отнести непосредственно напрямую к вашей работе и сказать, что это отражение присутствия. Нет, я надеюсь. На ваш взгляд, Наталья, нам удалось достичь и передать всей выставкой замысел, вот эти статусы? Мне очень вообще понравилась ваша выставка. Я думаю, да, конечно, удалось. Вот это вот сочетание фотографии, то есть визуальный образ и описание мыслей великих философов. Это очень здорово. То есть такая серьёзная наука вернулась лицом к широкой публике. И вот каждый может пройти вот так вот, остановиться, порефлексировать, почитать, посмотреть, о чём-то задуматься. И действительно, главная задача, она вот именно в этом. Чтобы люди были немножко ближе к философии и, наверное, а вы к ним. Я думаю, так. Наталья, на ваш взгляд, соответствует ли представленная цитата Англии Бергсона образом фотографии? Ну, я думаю, может быть, не полностью. Начало, наверное, да. Надежда действительно, она в детях. Ну, может быть, я не совсем думаю, что она здесь прям полностью совпадает. А при просмотре других фоторабот вы считаете, что есть попадание от цитаты фотографии к образу? Да, безусловно. Очень чёткие есть, прям очень интересные. Много-много очень интересных мыслей. Мне всё понравилось.